привет народ думал сегодня сделать видео такое мой день вот как проходит мой день что я за день делаю ну допустим вот сегодня включить камеру и показать сколько она же отремонтирую какие ремонты будут и все остальное но подумал что не буду делать может быть когда-нибудь сделаю потому что действительно очень много работы если буду каждую работу показывать то не сделаю даже половины того что задумал в общем есть вот такой вот китайский spider cocivilian абсолютно видите абсолютно новый абсолютно новый но хозяин говорит не режет не режет давайте проверим сейчас действительно не режет как-то так вот режет то не режет так давайте мы ее сейчас переточим у меня как раз так вот видите пакет скрывает ужасно переточим у меня как раз посылочка пришла с алмазным карандашиком с алмазным усатом вот такой вот мусатик как раз вот для таких вещей заказывал потому что очень часто спрашивают трусик как точить сервейтер чем тащить сервейтер вот вот такой вот карандаш у нас имеется здесь вот можно тащить крючки рыболовные поняли да само острие подводить вот здесь можно пользоваться им как мусатом здесь более плоская часть вот так вот я надеюсь видно потому как на камеру это вот вот сейчас видно вот эта плоская часть здесь у нас округлая часть ну и здесь вот у нас для заточки и правки сервейтера здесь по принципу цанкового патрона цанкового зажима вот так вот вставляем закручим и получаем такой себе алмазный мусатик можно на костюм даже прицепить чтобы не потерялся можно править на вот этом вот жале просто ножи ну а также можно видите что удобно вот в узком проходе да мы кончиком узеньким проходим дальше широком проходе мы двигаем дальше мусат до такого же диаметра и вот протачиваем здесь в общем вы поняли меня да опять узенький проход у нас есть мы узким жалом но на камеру это очень неудобно делать давайте попробую все таки чтобы было видно вот так вот здесь не нужно снимать кучу металла потому как один подписчик написал русик что купить для правки для заточки сервейтера я кинул ссылку ему на вот этот мусат он говорит а ну он сколько металла жрет ребят ну зачем же сколько металла жрет вот легонечко поправили и все не нужно чтобы он жрал металла кучу то есть нам нужно просто поправить край режущей кромки и все можно даже пройти сначала вот узкие пролеты да узкие вот эти вот зубья а потом пройти широкий чтобы удобнее ну конечно удобней упереться стол ножом самим тогда это будет намного удобнее меньше будет вибрации всяких вот как у меня сейчас да это все на весу мы теперь переходим на вот эти широкие участки очень аккуратно легонечко без всякого там дикого нажима чтобы не снимать кучу металла просто мы поправляем вот так вот так вот легонечко легонечко аккуратно то есть мы алмазом просто проходимся и снимаем какие-то там вообще микроны все таки вот так вот удобнее будет я с вашего позволения это сделал статус ну вот в принципе все теперь с этой стороны точно так же слегонца слегонца совсем проходимся убираем заусенчик то есть мы даже не точно мы просто забыть убираем заусенец который у нас вылез на эту сторону заусенчик появился поднялся в эту сторону мы его просто стачиваем все теперь что делаем правим нож на досточки с пастой убираем заусенчик остатки его вот на ребрышке на ребре очень отлично справится давайте вот теперь вот так вот стараемся попасть каждый пролет уголком досточки ну вот в принципе я думаю что наша заточка и правка закончена так ну вы помните да как резал нож до этого вот он резал до этого давайте сейчас точно так же сложим вот эту историю сюда и разрежем еще раз рядышком видите да уже он спарывает так как надо ну давайте попробуем как нас режет вот так вот видите да уже сами вот как бы простая такая процедура чему она приводит видите сами да то есть нож режет как отдельными частями то есть если попала бумажка наша в какую-то вот раковину да и он режет ей до конца ну и так же режет вот всей частью своей то есть ну в принципе режет видите без проблем абсолютно еще давайте одну бумажку возьмем то есть пробуем так и пробуем так и пробовать это то есть по всякому абсолютно без проблем как ни крути ну я думаю достаточно да то есть нож острый нож режет вот так вот это выглядит вот так вот это выглядит то есть ну как как он был новый фактически да но не резал так он теперь такой же новый но но режет в принципе вот такая вот нехитрая процедура вот такой вот алмазный мусатик очень легко справляется с данной задачей что сами себя мы потом мусором шипом не укололи вот так меняем вот можно бросать куда-то там при ящик стола и пускай ждет своего часа в походах очень незаменимая штука то есть можно в принципе править вот на этой части нож можно чуть-чуть дальше вы даже выдвинуть вот так вот зажать и вот на этой части можно точно также править любой ну что есть не обязательно это серрейтор ну и точно также можно здесь вот на этой части править здесь видите на токарном станке сделан конус потом это все обмакнули в состав какой-то клеющий с алмазной пастой ну и видите что получилось вот так вот алмаз у нас держится на основе на связке на какой-то я не знаю какая здесь связочка у них применена но тем не менее вот работает это вот таким вот образом в принципе в принципе на сегодня все нож режет осталось его смазать ну китайский нож ребята не покупайте такой нож то есть замок здесь печально очень сильно то есть нужно до конца нажимать замок чтобы нож закрылся видите чуть чуть не дожал вот чуть-чуть совсем и он не закрывается китайцы портачат в принципе на сегодня все замечательный такой карандашик стоит я не помню сколько копейки ну он не очень дорого но для вот частых таких задач если вам приходится часто тащить вот такого плана ножи то абсолютно вещь незаменимая в принципе все на сегодня пока пока увидимся и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»